Несмотря на объявленные выходные и режим самоизоляции, некоторым службам жизнеобеспечения приходится работать. Дорожные службы столицы обрабатывают хлорным раствором поручни подземных переходов, остановки общественного транспорта. Со вчерашний день было обработано 37 остановочных павильонов и 3 подземных перехода. С сегодняшнего дня уже обработано 7 подземных переходов с сегодняшнего утра и около 150 остановочных павильонов. Единая дежурная диспетчерская служба работает круглосуточно, 7 дней в неделю и консультирует население по всем возникающим вопросам. Лица, которым более 60 лет, они должны находиться на самоизоляции. У них, конечно, могут возникать вопросы с их обеспечением продуктовым питанием, медицинскими какими-то препаратами, выгулять собаку, заплатить коммунальные услуги. Также эти граждане могут обратиться на телефон горячей линии. Есть специальные люди, которые будут оказывать помощь этим гражданам. Кроме чрезвычайных мер, никто не отменял обычные весенние работы. Убирается листва, идет чистка спетофоров, красятся опоры, барьеры. В процессе эксплуатации старые дорожные стойки, они подвергались коррозии, потому что были изготовлены из простого черного металла. В настоящее время мы их меняем на стойки из оцинкованного металла, так как они требуют меньше затрат на содержание. Мы меняем и дорожные знаки параллельно, ставим новые с флюоресцентной пленкой, более светоотражающие для безопасности дорожного движения. Руководство столицы убедительно просит граждан оставаться дома и соблюдать рекомендации по безопасности. Если мы, жители, рядовые, не поймем, что именно таким способом можно уберечь себя, своих близких от заболевания, то никакие усилия, никаких властей не будут реализованы и не дадут результата. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.